Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа новости 24 Саратов. Гость нашей студии сегодня Фёдоров Тимофей Вячеславович, заместитель генерального директора компании Руслайн по коммерции. И сегодня мы поговорим о положении рынка авиаперевозок в Саратовской области, а также о том, что и кто мешает беспрепятственно работать на территории региона. Напомню, монополистом в этой сфере сейчас является компания «Саратовские авиалинии». Здравствуйте, Тимофей Вячеславович! Добрый день! Предлагаю начать наш разговор с деятельности вашей компании. Сколько лет вы на рынке авиаперевозок и в каких регионах уже работаете? Мы на рынке с 2007 года. В настоящий момент маршрутная сеть нашей авиакомпании составляет 44 направления по всей Российской Федерации до Урала фактически. Ежедневно мы выполняем от 60 до 80 регулярных рейсов. Также выполняем чартерные рейсы из регионов на региональных самолетах CRG 100 и 200, которых у нас в парке 16 штук. Кроме этого, в Екатеринбурге работают три Embraer 120. Это 30-кресельные региональные самолеты, которые очень успешно летают и работают. Готовы ли вы работать на территории нашего региона и какие возможные направления рассматриваете? В течение нескольких лет, если быть точнее, с 2011 года мы предпринимаем попытки начать полеты из Саратова. На сегодняшний день очень интересным, по нашему мнению, является направление Саратов-Санкт-Петербург. И мы бы хотели начать его эксплуатацию для того, чтобы принести жителям региона новые направления, новые возможности по перелетам. А что сейчас мешает прийти к нам в регион и приступить к авиапереводскому? На сегодняшний день мы сталкиваемся с неким противостоянием аэропорта Саратов, который не готов к приему нашего типа. Мотивирует это тем, что полоса не готова, аэропорт не приспособлен, персонал не готов, нет, отсутствует сертифицированный персонал. И вот это наши попытки начать полеты в Саратове с 2011 года, они наталкиваются на эту стену формальных отказов, которые пока нам не удается преодолеть. Понимаю, что дополнительные частоты, дополнительные рейсы и дополнительные новые авиакомпании, они повысят вообще привлекательность авиации в регионе Саратова и Саратовской области. А сталкивались ли вы с подобным противостоянием в других регионах? Вам было проще прийти в те регионы, в которых вы сейчас присутствуете? Тот или иной регион, он обладает своей спецификой, но, честно говоря, вот таким длительным, постоянным, стабильным противостоянием мы с таким и сталкиваемся впервые. А насколько правомерен отказ и каковы ваши дальнейшие действия? Мы считаем отказы не совсем правомерными, они носят чисто формальный характер. И если начать этим заниматься, аэропорту, то все вопросы, все ограничения и все какие-то нарушения, их можно снять в течение очень короткого времени. Мы предлагаем помочь, мы предлагаем заняться этим совместно. В частности, если вопрос по обучению персонала, мы готовы за свой счет обучить персонала аэропорта к обслуживанию нашего типа или на базе Саратова, или где-то в каком-то учебном центре сертифицированном, как будет угодно. Но пока дело не сдвинулось с этой мертвой точки. Мы обращались неоднократно в органы Росавиации. Наше заявление рассматривается в управлении Федеральной антимонопольной службы города Саратова. И мы будем продолжать это делать. Сейчас мы готовим официальное письмо на губернатора. В Росавиацию пойдет еще одно уведомительное письмо. И надеюсь, что мы сдвинемся с мертвой точки и начнем полеты. Надзорные органы, вы обращаетесь впервые или с 2011 года уже были обращения вам поданы? Они так долго рассматриваются? Мы обращались в Росавиацию с 2011 года. Получали формальные ответы, что аэропорт, противоречащий некоторым заявленным до этого характеристикам, по заявленным характеристикам аэропорта Саратов, прием и обслуживание нашего типа возможно. То есть был ответ, что возможно? Нет. От заявленной характеристики аэропорта, по некоторой характеристике, на основании которых принимает аэропорт решение, может он этот тип принять или не может, они соответствуют всем характеристикам нашего воздушного судна. Но при этом формально нет у аэропорта подтвержденного сертификата типа о том, что аэропорт готов и принимает. То есть это некое юридическое заключение о том, что аэропорт готов работать с нашим типом. И с Росавиации мы получали точно такие же формальные ответы о том, что аэропорт не готов, при том, что фактически все характеристики нашего воздушного судна соответствуют требуемым аэропорту Саратова. И мы будем продолжать, конечно, поработать с Росавиацией, писать туда письма, и будем надеяться, что здравый смысл возобладает. А вы рассматриваете только одно направление пока, или в дальнейшем будет расширение, и из Саратова будут еще дополнительные направления? Компания Рослайн осуществляется? В настоящий момент рассматриваем пока только Санкт-Петербург, Саратов, но при этом смотрим в дальнейшем, какую маршрутную сеть могли бы эксплуатировать из Саратова. И предлагаю жителям региона дополнительные возможности. А как повлияет приход компании Рослайн на рынок саратовских авиаперевозок? Могу привести пример полетов из Москвы на Белгород. Произошла реконструкция аэропорта. Сейчас там совершенно другой аэропорт, и власть уделяет очень много внимания авиации. Мы первый раз полетели в Белгород в начале этого года. На сегодняшний день мы осуществляем 4 ежедневных рейса, выполняем на Москву из Белгорода. Кроме этого, летаем в Санкт-Петербург и открываем сейчас направление в Минеральные воды. То есть фактически рынок вырос в несколько раз. Что касается тарифов, то в любом случае конкурентная среда, она очень позитивно влияет на уровень тарифов с точки зрения потребителя. Поэтому мы будем придерживаться, естественно, рыночных инструментов, но в любом случае это все ведет к более интересному предложению для клиентов и, соответственно, для пассажиров. Спасибо за интересную беседу. До свидания. Спасибо. До свидания. А я напоминаю, в гостях сегодня у нас был заместитель генерального директора компании «Руслайн» по коммерции Федоров Тимофей Вячеславович. До скорых встреч. Спонсор прогноза погоды – компания «Рехина». Ивановский домашний трикотаж для всей семьи. Ивановская трикотажная фабрика представляет в Саратове торговую марку «Рехина». Потрясающе уютную домашнюю одежду для всей семьи. Только натуральные ткани, только приятные ощущения, только позитивные эмоции. «Рехина». Октябрьская, 9. Самое важное о погоде вы узнаете в этом выпуске. В выходные 25 и 26 октября по области будет пасмурная погода. Возможен небольшой снег. В Болтае – минус 2, плюс 4. В Лысогорах – минус 2, плюс 3. В Красноармейске – плюс 2, плюс 5. В Ровном – плюс 4, плюс 8. В Перелюбе – плюс 3, плюс 5. В Саратове синоптики также обещают пасмурную погоду. Возможен небольшой снег. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра артутного столба. Температура воздуха – плюс 2, плюс 4. А вот в Таиланде, в Пхукете – плюс 25, плюс 28. Малооблачно, дождливо и даже, возможно, гроза. Это все на сегодня. Отличных вам выходных! Спонсор прогноза погоды – компания «Рехина». Ивановский домашний трикотаж для всей семьи. Ивановская трикотажная фабрика представляет в Саратове торговую марку «Рехина». Потрясающе уютную домашнюю одежду для всей семьи. Только натуральные ткани, только приятные ощущения, только позитивные эмоции. «Рехина». Октябрьская 9.